Разбогател ненадолго. В Новотроицке на чистую воду вывели мошенника, который подделывал документы и продавал по ним чужую жилплощадь. Вместе с семьей мужчина переехал в новый дом. Обнаружил, что некоторые квартиры по соседству пустуют и не растерялся. Зная схему получения данных квартир, он через агентство по недвижимости находил потенциальных клиентов, желающих якобы приобрести по предложенной им схеме квартиры в данном доме по сниженным ценам. Те, естественно, так как все это звучало довольно правдоподобно, верили ему, передавали деньги по 900 тысяч каждый. От предприимчивого зельца пострадали несколько семей. В общей сложности ему добровольно отдали около 3 миллионов рублей. Все документы для сделок мужчина подделывал. Уже во время следствия выяснилось, что привычка пользоваться липовыми бумагами появилась у него давно. Ранее данный гражданин также был осужден за мошенничество. Сфальсифицировав свидетельство о смерти своей супруги, он использовал данное свидетельство для получения страховых выплат и других денежных выплат в различных организациях города Новотроицка. В Орске до суда довели дело организованной преступной группировки, которая орудовала по всей области 3 месяца. За это время 8 ее участников успели совершить 16 преступлений. В основном это кражи скота и цветного металла. Еще одна компания тоже вот-вот окажется на скамье подсудимых. Чтобы поймать трех мужчин, которые похитили 7,5 миллионов рублей из банкомата в Яснинском районе, оперативникам пришлось опросить больше сотни свидетелей и поработать далеко за пределами области. Сорвав куш, друзья устроили себе и своим дамам роскошные каникулы. Снимали дорогостоящие квартиры, гостиницы, тратили на покупку дорогостоящих вещей данные денежные средства. В том числе им был приобретен автомобиль Мерседес, который в настоящее время арестован. Другие ценные предметы. В итоге мужчин задержали Свердловский. За две недели они успели прокутить больше 2 миллионов рублей. Такие роскошные каникулы аукнулись друзьям общей статьей. Кража в особо крупном размере. За нее свободы можно лишиться на 10 лет. Екатерина Киселева, Лес Хаялин. Наше время.